Ежемесячные отчёты о проделанной работе начали с приятной новости. На сегодняшний день в частях и подразделениях Министерства обороны победили коронавирус. Хорошую новость продолжили награждением. За отличные результаты в боевой подготовке, поддержание высокого имиджа Министерства обороны Республики Абхазия и одержанную победу в чемпионате Санкт-Петербурга по вольной борьбе приказываю наградить водителя заряжающего второго расчёта первого огневого взвода реактивной батареи БМ-21 артиллерийской группы рядового Берзения Инала Ордовановича. Служу Республике Абхазия. Отчёт открывал доклад военной комендатуры. Как рассказал комендант Тимур Кваранзе, в марте комендатура занималась в соответствии с планом. Докладываю, что военная комендатура за отчётный период занималась согласно плану подготовки за зимний период обучения 2022 учебного года. Также военная комендатура организовывает комендатскую службу в районе проведения тренировок и торжественных торжественного прохождения парадных расчётов Министерства обороны посвященные празднованию 70-й годовщины победы в Великой Часовой войне. В дни проведения призыва граждан на военную службу военная комендатура совместно с военным комендатуром организовывает наследственные службы по КПП Республиканского сборного пункта для поддержания общественного порядка на территории. За отчётный период на гарнизоне Гаутвахса содержало всего двое военнослужащих. На сегодняшний день содержащихся на Гаутвахсе нет. Далее заслушали доклад разведки. Надо отметить, что за положением дел в соседней республике за Ингуром генштаб следит весьма активно. Военные отмечают повысившуюся активность Североатлантического альянса. До 4 марта главы государств и правительств 30 стран членов альянса провели в Брюсселе экстренный саммит НАТО. На сегодняшний день альянс развернул элементы сил реагирования, разместил 40 тысяч военнослужащих на восточном фланге, а также значительные военно-воздушные и морские силы. Создано 4 дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Эти шаги будут к тому же подкреплены усиленными учениями с повышенным вниманием коллективной обороны и оперативной совместимости. По состоянию силы деятельности сил обороны Грузии. С 1 февраля по 30 июня проходит весенний призыв граждан. Согласно постановлению правительства, призыву подлежит 3447 военнослужащих. 10 марта министр обороны Грузии Джуншер Бурчеладзе принял участие в заседании парламентской группы «Доверие». Глава ведомства в закрытом формате проинформировал депутата о секретных госзакупках, реализуемых и планируемых в Министерстве обороны. Отчитавшийся следом начальник управления боевой и морально-психологической подготовки Давид Бжания подчеркнул, что все мероприятия в подразделениях осуществлялись в строгом соответствии с утвержденным планом. Все мероприятия боевой и морально-психологической подготовки за истекший период проведены в полном объеме в соответствии с утвержденными планами. Основными мероприятиями боевой подготовки, считаю, проведенные ротно-тактические учения с боевой стрельбой – это 1-й, 2-й отдельные мотосилковые батальоны, и комендантская рота. Кроме того, соревнования по гиревому спорту, в котором лучшие результаты показали учебный центр, Сухумская ВОКУ, комендантская рота Генерального штаба и артиллерийская группа. Мероприятие морально-психологического обеспечения. Вчера личный состав комендантской роты Генерального штаба и Сухумского ВОКУ был приглашен на концерт, проводимый в Абхазской государственной филармонии в поддержку Донецких и Луганских народных республик. Сегодня офицеры Министерства обороны убыли в город Красноярск для участия в международных армейских играх «Армия-2022». В данном направлении будут задействованы также курсанты Военного института физической культуры города Санкт-Петербург, семь курсантов наших. В авиационной группе утвержден план подготовительной работы. К его выполнению служащие готовы, отмечает начальник Леонид Тарба. Основными задачами считаю выполнение сборов по применению ЗУ-23-2 на базе авиационной группы, результаты которых были закреплены практическими навыками с огневым применением на полигоне ЦАБАЛ. Нарушений правопорядка в авиационной группе не обнаружено, больных ковидом нет. Продолжается подготовка парадного расчета на базе авиационной группы, задачам на следующий месяц готовы, основными из которых считаю подготовка командно-штабным мобилизационным учениям, в котором будут отрабатываться вопросы высадки тактического воздушного десанта под прикрытием ударного вертолета Ми-24. Анри Борцинс рассказал о совместной работе учебного центра Минобороны с Государственной службой охраны. В 24 марта по решению министра обороны и председателя Государственной службы охраны в учебный центр переведены военнослужащие в количестве 27 человек для дальнейшего прохождения военной службы. В течение 10 дней данные военнослужащие проходили общевойсковую подготовку в стенах учебного центра. Весь личный состав подготовлен, проведены стрельбы в населенном пункте Бахмаран, военнослужащие получили практику стрельбы из автомата по неподвижным мишеням. 25 марта команда учебного центра принимала участие по гиревому спорту на первенство вооруженных сил Республики Абхазия, где заняли первое место. Среди офицеров первое место занял майор Гвазава. Сегодня личный состав распределен по воинским частям и подразделениям Министерства обороны. Завершая заседание, начальник генерального штаба Василий Лунев отметил, что март для вооруженных сил выдался довольно насыщенными мероприятиями боевой и оперативной подготовки. Они завершились контрольными занятиями в частях и подразделениях. По итогам месяца все подразделения представят акты, которые будет оценивать лично министр Владимир Ануа.